Дорогие друзья, дорогие слушающие, до слова сегодня. Сегодня буду говорить о чем-то необычном. Идол. Есть идолы вообще в нашей жизни. Вот интересно, апостол Иоанн, уже будучи старичком, таким, в общем-то, я так, когда всех называл, дети мои. Я представляю, ему, может, сто лет уже было, не знаю. Он пишет в первом послании Иоанна, 5 глава, 21 стих. Дети, храните себя от идолов. Наверное, он в Ефесе находился, и вот он обращается там к братьям, сёстрам, ко всем. Вот он такой мудрый старичок. Говорят, когда его вносили уже, почти вносили в собрание, он говорит, любите друг друга. Дети, все были такие для него, ну, важные, чтобы они самое главное в жизни, так сказать, вловили. И он говорит, берегитесь, храните себя от идолов. Да где же эти идолы сегодня? Ведь никто уже не молится дереву или мало кто-то, может быть, и молится. У нас здесь редко видно, чтобы кто-то подходил и дерево молился, или камню, или истукану. Но, тем не менее, о чем-то ведь здесь речь идет. Вот давайте прочитаем еще второзаконие, 5 глава, 6 по 9 стих. Как рамщик евреям Бог проговорил, вот в старом бедном завете. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог, твой Бог ревнитель». Вот так строго он тогда сказал народу израильскому. И мы видим, вся история народа израильского, она свидетельствует о том, что они все время где-то отходили от Бога, постоянно находили себе каких-то других богов. Он говорит, ну из дерева вырубили, но это же не Бог, почему вы поклоняетесь Ему? Он наказывал, Бог наказывал народ израильский, просто вот именно за этот грех. Не было таких больших грехов, как вот идолы, которым они поклонялись. То есть, что они делали? Они просили помощи, у этого кусок дерева, или железа, или, не знаю, металла, вот вылитый, красиво сделанный, у него просят помощи, а не у живого Бога. Это было, в общем, страшным грехом. Если и сегодня идолопоклонство, да, потому что и сегодня это важно. Если мы прочитаем Галатам, 5 глава, 19 по 23 стих, написано, «Дела плоти известны, а не суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласие, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царствие Божие не наследует». То есть, те, которые занимаются идолопоклонством или волшебством и такими всякими делами Богу противными, они Царство Божие не наследуют. Даже если называют себя верующими, даже вот мы приняли Христа, мы Ему следуем. А на самом деле нечто в твоей жизни заполняет твое содержание жизни настолько важно, что оно больше, чем Бог. Иногда это просто человек, вот он сказал тебе, ты поверил, а то, что в Писании написано, ты не веришь. То, что Бог к тебе проговаривает через Святого Духа, читая Писание, ты не принимаешь. А вот человек сказал, ты принимаешь. Вот он правду говорит, а этот нет. То есть, его высказываний для тебя гораздо больше. И не знаю, мне недавно прямо рассказали, это было так, мне как-то болезненно сегодня, в наше время. Вот недалеко от нас, где мы живем, люди идут на помощь, вот нашли себе женщину, которая занимается подусторонними такими, но не хорошими делами. У нее на столе лежит черная магия, у них лежат, как всякие, так сказать, книги. Она, так сказать, чего-то говорит, обещает здоровье, молится по-своему, но называет имя Бога. Но при этом это вот тут и черная магия, и все, так сказать, на столе. Я не знаю, заходишь в узкий магазин у нас, в журнале колдуны приглашают тебя, там, не знаю, ворожей. Кто-то тебя, так сказать, хочет привлечь к себе и сказать, что его сила больше, чем сила Бога живого, который сотворил мир, который сотворил нас. И ты идешь и поклоняешься этим идолам. И это очень, так сказать, имеет плохие последствия. Вот такой случай мне рассказали. Пошли тоже вот к такой женщине, так сказать, да, я помогу вам, дети будут здоровыми, над вами будет охрана, все, так сказать, остальное исчезнет. Они побыли, вроде показалось хорошо, потом позвали все родство, каждый приходил, платил денежку, и в конце концов у них в родстве произошло нечто. Люди один против другого, и в конце концов сказали, больше никогда не пойдем сами. Никто им не говорил ничего от Бога, но они поняли, что это силы, которые помешали в их жизни. Они принесли раздор, они принесли, так сказать, зло. Что надо делать? Приходите просить у Бога прощения, потому что это до серьезной грехи. Не зря здесь говорит апостол Павел Галатам, что поступающий так, но Царствие Божие не наследует. Это равно тому, что убийство и все остальные те грехи, которые он здесь перечисляет. Это очень важно замечать. И не зря апостол Иоанн говорит, дети мои, не преклоняйтесь, не имейте идолов. Служите Господу, любите друг друга. У него такая большая тема, любовь. Не грешить, он говорит, рожденные от Бога не грешит. То есть ты когда в Господе, ты когда в Его охране находишься, ты даже не способен что-то другое сделать, что Богу не угодно, потому что ты в Его любви находишься. Вот так говорил апостол Павел. Я хочу, чтобы мы запомнили это на всю жизнь. Дети, храните себя от идолов. Пусть вас Господь благословит. Аминь.